Доброе время суток! Всем привет! Кто с нами на инстаграме, приветики! Кто с нами на фейсбуке, кто с нами смотрит записи в ютубе и кто вживую на колхозном зуме, если вы в полном шоке и недоумении от того, куда вы попали и что вы здесь делаете, я вам напомню, что вы попали на ежедневный урок по книге Китсур Шулхана Ру. И так вот расписание позволяет практически ежедневно мы с вами учимся и это прекрасно, потому что мы учим 84 главу. Нет, даже если вы учили не 84 главу, это все равно прекрасно, что у нас есть возможность каждый день изучать Тору. Но напомним о чем 84 глава. 84 глава, она очередная в сегменте законов Шабата и внутри этого сегмента, совсем не мини-сегмент, надо сказать, законы переноски. Хочу напомнить общую информацию по поводу всего, что мы учим, касается переноски. Это относится в тех ситуациях, где вы находитесь вместе, в пространстве, где нету ирува. О том, как устанавливать ирув, что с ним делать, мы учили, но еще раз хочу напомнить, дорогие дамы и господа, не занимайтесь самодеятельностью. Для этого всегда обращайтесь к профессионалам. Есть профессионалы в местах развитого иудаизма, которые занимаются тем, что устанавливают ирув, то бишь, огораживают пространство, которое становится личным пространством, в котором можно переносить, соответственно, из дома на улицу и так далее. Но если вы находитесь в месте, где нету ирува, тогда все, что мы учим, к вам имеет отношение. Но я хочу сразу сказать, не то, что мы привыкли к тому, что это классно, есть ирув и тому подобное, даже большая часть Нью-Йорка не отнесена ирувом, несмотря на то, что здесь наиболее концентрированное еврейское население. Поэтому нужно всегда узнавать, где есть ирува, где нет ирува. Для этого, по крайней мере, в нашем районе, в Бруклине, я отправил линк, по которому всегда можно это узнать. Напомню также, что вся идея переноски, это переноска с одного пространства в другое, то есть из четыре вида пространства, из личного пространства в любое другое, нельзя переносить и обратно, и внутри личного пространства, внутри общественного пространства кармелит тоже нельзя, то бишь, из своего разрешенного пространства, на котором он стоит, переносить дальше. В 84 глава уже говорит меньше о теории, а говорит о практике, о разных вещах, которые могут вызвать вопросы. Можно переносить, нельзя переносить, что является переноской и так далее. Например, в принципе, общее правило, все, что является украшением, аксессуарами, и это не то, что снимается и одевается, одели в этом койте, это можно, одежду тоже можно, и дальше возникает то, что мы с вами обсуждаем. Сегодня мы начнем. 14 параграф. Различные детали, то есть два ремня. Мы обсуждали различные медицинские перевязки, пластыри и так далее. Хадули даже обсуждали и все такое. Но все это вы можете посмотреть. Две пары носков. Не хочу возвращаться. Сегодня выставляю все. Более-менее свободный день выпался. Выдался. Выставляю все предыдущие уроки на YouTube, на моем канале. Очень легко найти. Ашерал шел на русском, на английском. И там вы все можете посмотреть и повторить пройденный материал. Ну, а сегодня мы начинаем новый интересный параграф, новую интересную тему. Будет сразу несколько тем. Если вы следите по тексту, следите по тексту. 84 глава, 14 параграф. Вопрос. Шарфики, платочки, косыночки, носовые платки. Как что можно, что нельзя по отношению к этому в шаббат. Итак, поехали. Платочек на английском называется handkerchief, которым вытирают, усмаркивают нос. Носовой платок, короче, если кто-то еще сегодня пользуется. Не имеется в виду декоративный, а имеется именно носовой платок. Принято завязывать его под верхней одеждой на штаны. Что имеется в виду? Имеется в данном случае, мы говорим о мужчинах, когда идет о аксессуарных моментах. Женщина там гораздо больше облегчений. Но здесь идет речь о мужчинах, который хочет в шаббат взять с собой носовой платок там, где нету эру. Очевидно, в карман его не положишь. Что можно сделать? Не зная зачем, но рафганцу предлагают здесь сразу лайфхак. О том, что можно с этим сделать, как его можно выносить. Говорит он, его можно использовать как ремень для штанов. Главное, чтобы оно не было сверху завязано, а завязать им, подвязать им штаны, чтобы штанишки в шаббат не упали. Теперь, почему он это говорит? Опять же, сегодня, хотя да, есть такие, которые это носят. Нет, есть достаточно много, которые это носят. Опять же, здесь немножко очень странный подход у рафганца к этому вопросу. Почему он говорит, что именно таким образом можно, если вы не носите другой ремень, продеть платочек и, в общем, его завязать, а потом развязывать его и высмаркивать на нос и обратно завязывать им штаны? Не знаю. Не спрашивайте меня, как это делается и зачем это делается. Но у меня есть предположение, сейчас полушуточно, полусерьезно. Главное, опять же, хочу подчеркнуть, что нельзя завязывать двойным узлом, просто так вот завязать, чтобы оно держалось. На бантик, например, платочек завязать вокруг штанов. Дальше он говорит очень интересную вещь. Не знаю, но я знаю, чем идет речь. Я слушаю пакет. Добро, я заублёк. Не переведу, сейчас всё переведу, только выключу звук. Всем участникам зума, спасибо большое. Что он здесь говорит? Он говорит, что это богобоязнный человек, у которой обычно носят подтяжки, которые поддерживают его штаны, должен их снять в шаббат. Не штаны, а подтяжки, для того, чтобы подвязать его, эти штаны, носовым платком. Окей. Я понимаю, что это звучит немножко странно, но, дамы и господа, да, подтяжки была популярная вещь. И сегодня остается популярная вещь. Кстати, очень интересно, что здесь говорит, что для богобоязнения человека не то, что не лучше носить подтяжки, а вместо подтяжек, если нужен носовой платочек, подвязаться носовым платочком. Теперь, почему здесь говорится, рассматривается, что человек носит подтяжки, а не ремень? Хотя большинство людей сегодня носит, да, ремень, но да, есть, это на самом деле часть хасидского ансамбля, носить подтяжки. Не знаю, не спрашивайте, не знаю почему. Вполне может быть, что предпочитают подтяжки, потому что в хасидов принято одевать гарфу. Это ремень, который завязывают, поиск, который завязывают для молитвы и как дополнительной одежды. Теперь, если у вас есть ремень, то получается, что это дополнительный ремень, и это не как дополнительная одежда для молитвы, не только в шабат, и поэтому теряет немножко смысл. В данном случае, может быть, носят подтяжкие особенности в шабат, потому что я вам честно скажу, когда-то в Буропарке есть одна компания, потрясающая компания, которая называется G&G, это не реклама. Если вам нужна какая-либо хасидская одежда от халебайческого сердука до сквирского бекича, оно у них есть. Потрясающий магазин, в который ты заходишь, просто как какое-то супер ателье где-то на Мэдисон Эвеню, и там такие вот огромные коридоры, такие шкафы, все из красного дерева сделано по направлениям. Здесь бобовские хасиды, там хаббатские хасиды, там садминские и так далее, и они продаются со штанами. Я первый раз в жизни такое видел, что эти штаны на резиночке, что имеется в виду, что они определенного размера, плюс там резиночка, которой они покроены так, что они растягиваются. Ну, сами подумайте. Шаббас, покушал чон, кукол и так далее. Как я уже неоднократно цитировал одного моего товарища о том, что доказательство того, что будет воскрешение из мертвых, это евреи, которые просыпаются после того, как покушал чон. И растягиваются штаны. Может быть, для этого и придуманы, как на еду, сейчас всегда называют они шлейкис, а не хаббизентрегер, подтяжки, чтобы, когда хорошо покушал чон и кукол, чтобы было куда, так сказать, двигаться к красивому еврейскому мужскому телу. И поэтому, если человек носит такие шлейки с подтяжки, то вы что, и хочет в штаны вставить себе еще носовой платок, чтобы, если что, его достать оттуда и посморкаться, поддерживая другой рукой штаны, то, богобоязнь, человек должен снять подтяжки и вставить платок. Но, опять же, сегодня это не столь релевантно, потому как, понятно, сегодня все пользуются тише, кстати, там тоже с ними есть напряг, салфетками, а не носовыми платками в основном, но есть варианты тоже, как носить носовые платки. Продолжим дальше. И есть те, у которых обычно завязывают этот платок вокруг шеи, да, просто как обычный платок, завязывают здесь шелкивый платок и так далее. Можно, есть такие, которые завязывают носовой платок на шею, опять же, ну, если это носовой платок, как-то мне странно, просто я высморкался, потом опять-то вязал на шею. Окей, да. И этот можно сделать вокруг шеи, завязывать носовой платок, можно в том случае, если вы обычно носите какой-то там платок или шар, чтобы не было холодно, сохраните горлышко, чтобы говорить много дворторы в шаббат, то тогда, когда у вас есть другой платок или шар, то можно и носовой платок тоже завязать, только разрешенным образом нельзя завязывать, опять же, двойной узел, который нельзя развязать одним движением. А если просто одевают платок на шею, а не завязывают, как галстук, как платок, как шар, а просто висит, так нельзя делать, потому что это, очевидно, вы его так переносите, это не является частью одежды, если он так висит впереди, то он горло, естественно, не защищает спереди. И также нельзя завязывать на руку, я, кстати, видел, так делал, так нельзя делать, на руку или на ногу, просто чтобы в этом выйти. Вопрос, который у меня остается, ну, во-первых, мы здесь говорим только о ситуациях, где нету эрува, вопрос, который у меня остался, я пока еще не выяснил для себя, абсолютно точно не уверен, это если декоративный платочек, который вы вставляете, мужчины вставляют в карман пиджака, да, мне как раз подарили такой еврейский, там, с буквами чеками Алиф и так далее, шелковый, красивенький, отдал его своему сыну, потому что в сертуке, который я ношу в шаббат, такого карманчика нету, и вопрос самовпадает. Тут я думаю, я обязательно к вам вернусь, я не успел просто, у меня возник этот вопрос, я думаю, вернусь с ответом, тут я думаю, что разница в том, или это платок имеет функциональность, то есть вы можете достать, поставить, выспоркать нос и обратно туда засунуть, или это чисто декоративный, если он пришит к пиджаку, то вообще вопроса никакого не возникает, это можно носить, вопрос это или декоративно, потому что такие декоративные платочки для мужских костюмов, иногда делают просто там сверху платочек, а внутри такая картонная там вставка, которая просто вставляется в карман, и там держится только с... А платок виден снаружи, это тоже декоративно, хотя вставляется в карман, сложно мне сейчас сказать, не хочу просто так, навскидку, так сказать, говорить, дай бог об этом мы еще, к этому мы вернемся. Теперь у вас, естественно, возникнет вопрос по поводу галстука. Галстук, если вы его завязываете несколькими из дозволенных и определенных образов, имеется в виду, что вы потянете только за одну сторону, и он развяжется, есть кто-то разрешает даже его завязывать в шаббат, и понятно, что можно носить, это не называется, то, что, как говорится, кешер-кайма, является аксессуаром, непостоянный узел можно носить без проблем. Продолжим дальше, пятнадцатый параграф. Я думаю, мы догадались, перчатки и варежки, или как они называются на идыш, я тоже всегда думал, они называются на идыш варежки, ну, вы знаете, этот идыш, который говорили наши бабушки, он далек от того идыша, который придумали. Там, в одиннадцатом-двенадцатом веке в Германии. Есть материм в лацет, бахэм, бешабат, вы ешь усим, есть, которые разрешают, есть такие, которые запрещают. Основной критерий это, делайте ли вы, это если, всегда можно устражать, нет никакой проблемы. Почему есть проблема носить, потому что вы можете их снять, и тогда вы окажетесь в публичном месте, вы сняли, можете пройтись, точно так же, как очки и так далее, это можно устражать. Но в данном случае большинство облегчают, почему, а, как мы уже говорили, большая часть пространства, в котором мы находимся, это называется кармелит, и там можно чуть-чуть облегчить, но все равно даже те, которые облегчают, лучше устражать. Или, в любом случае, если это вы делаете для того, чтобы было тепло рукам, а не просто для красоты, то тут меньшая проблема, поэтому продолжим дальше. А то, что сделано, предназначено для того, чтобы греть две руки вместе, в этом есть большее облегчение, наидыш называется муф, что вы, наверное, догадались, является муфта, да, по-моему, муфта называется эта штука, куда вкладывают руки, там есть облегчение. Это не меньшая проблема носить, но и точно так же перчатки, варежки, если действительно это холодно, то нормально, поверьте мне, я был в местах, где очень холодно, помню, был когда-то в Новосибирске, на шаббат, и там перед самым шаббатом решили сделать общую фотографию, там был семена, я только вышел из душа, накинул сердук, думаю, что-то зимой не буду там выходить на улицу в Новосибирске, выскочил на улицу в одном сердуке, минус там 27 что-то было на улице, хватило меня приблизительно 45 секунд, так что грейтесь, не болейте, берегите здоровье. Продолжим дальше, шестнадцатый параграф. Это очень важный момент, который много практикуется. Можно выходить в талисе с цицис, если это одежда. О чем идет речь, если вы в своем талите хотите прийти в синагогу и уйти в синагоги, несмотря на то, что у нас в синагоге целый выбор сейчас большой новых красивых больших талисов, вы предпочитаете свой талис. Теперь, опять же, идет речь о месте, где нету ирува, где нельзя переносить. Талит, по своему определению, это просто одежда, четырехугольная одежда, которая у нас есть обязанность, нося четырехугольную одежду, вешать на нее цицы. Сегодня не все носят четырехугольную одежду, поэтому у нас есть специальный талит, который мы используем для молитвы, как одежду, на которую мы можем повесить эти цицы, а так ходим в специальных цицы, маленький талис, который носит под одеждой, который сейчас одет на вашем спагонном слуге, не буду раздеваться и показывать. Теперь, если вы хотите в шаббат, в месте, где нету ирува, прийти в синагогу, вам можно одеть этот талит только как одежду, чтобы он у вас был полностью одет, так как принято носить этот талит. Что имеется в виду? Имеется в виду, что одеть его, как вы его используете для молитвы, именно как одежду, и тогда в нем можно идти по улице там же, где нету ирува, можно на него одеть сверху другую одежду и так далее. Единственное, что очень хочу подчеркнуть вопрос, не нужно выпендриваться, если вы поехали, я не знаю, в дружественный для евреев сегодня город Лондон или Дублин и идете из своей гостиницы в Бейтхаббат, чтобы помолиться шахарис, в шаббат не нужно всем перед глазами маячить этим талитом. В Одессе, когда мой папа ходил в таком талите, там, я не скажу, это был 90-й год, от улицы Дерибасовской до Пересопи, это было менее проблематично, чем сегодня в Париже и в Лондоне. Но одеть сверху верхнюю одежду нет никакой проблемы. А если вы просто талит завязываете вот так вот где-то там вокруг что-то или там подвязали с ним, они так, как обычно, его носят просто, чтобы в нем прийти в синагогу и там одеть, так делать нельзя. То есть, опять же, мы рассматриваем в данном случае талит именно как одежду. И если вы хотите в талите идти в шаббат, его нужно одевать как одежду, а не придумать себе какие-то аксессуары в виде талита, чтобы его донести до синагоги или обратно. Но еще раз хочу порекомендовать всем, кто путешествует в местах не столь развитого иудаизма, не нужно выпендриваться. Если вы знаете, что в синагогу пойдете в шаббат, занесите туда талит, прогуляйте по красивым улицам Лондона и занесите туда талит перед шаббатом. Никто у вас там его не заберет. Я когда-то, чуть меньше года назад, мы были во Флоренции, там огромная синагога, пришел туда перед шаббатом, положил туда на кабалат шаббат, положил талит просто на скамейку, вернулся в утром, он там лежал и точно так же оставил его до конца шаббата. Когда нет никакой проблемы, не нужно выпендриваться и мозолить глаза другим народам, вашим талитам, тогда, когда, поверьте, ваш еврейский нос вас всегда выдаст. Окей, дамы и господа, на этом мы сегодня остановимся. Всем спасибо, кто был с нами на инстаграме. Вопросы, да, тут, 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 а, окей, ну, поцелуем тут, это Дублин туда, всех с праздником, Йома Ацмаут, сегодня у нас Саитан пел, Атикву, я не помню всех слов, честно скажу, не помню Атикву всех слов, поэтому мне в армии разрешали не ходить на всякие построения, потому что было чем другим заняться. Но все равно, всем с праздником Йома Ацмаут, бесспорно, это праздник, который сегодня нам позволяет в любом состоянии побывать, побывать в земле Израиля, несмотря на то, что мы, конечно, побеждаем в этой войне и победим окончательно. Всем спасибо, пока-пока, Хакзамэх, до встречи. Вопросы оставляйте в комментариях, как на Инстаграме, так же на Фейсбуке, и те, кто смотрит записи на Ютубе, тоже можете оставлять свои вопросы, буду очень-очень рад. А если вы на колокольчик...